Хроники хаоса И вообще-то интернет уже деятель Алина Витухновская И травмотерапевт, поэт и музыкант Лиза Готфрик из Киева А Алина из Москвы Я большая поклонница вашего проекта, который называется «Хроники хаоса», YouTube, телемост или видеомост И он важен по нескольким причинам Первое – это то, что вы обмениваетесь информацией друг с другом Вы рассказываете каждое со своей стороны То есть Лиза рассказывает, что происходит в Киеве, как она понимает А Алина рассказывает, что происходит в Москве Вы, надо сказать, совершенно по-разному об этом говорите Потому что Алина говорит, конечно, больше с политической точки зрения А Лиза говорит больше со стороны своей профессии И это очень важно, потому что люди, когда начинают рассуждать друг о друге В такое тяжелейшее время Русские не понимают, что происходит с украинцами А украинцы не понимают, что происходит с русскими И вот этот вот видеомост, он обладает такой терапевтической силой просвещения, я бы сказала Потом это такой женский взгляд на мир Вы можете не согласиться обе, что вы близки к феминизму И мы об этом позже поговорим Но, тем не менее, достаточно радикальная феминистская повестка у вас звучит постоянно Для начала я должна сказать, что, конечно, мы понимаем, что сегодня, 1 июня и День защиты детей И в этот день Россия обстреляла Киев И погибла 9-летняя девочка И еще двое людей погибли Ну, как сказать, чувство соболезнования и чувство ярости Попросим мы сейчас Карину У нас такая традиция, мы делаем дайджест Наиболее яркие события Карин, пожалуйста Среди важных событий, которые произошли за то время, что мы не выходили в эфир Публикация в Ютубе документального фильма «Белое пальто» Это биография известной правозащитницы диссидентки Валерины Новодворской Начинается картина с яркой цитаты Новодворской У нас сейчас военная диктатура, прикрытая неработающей псевдодемократии Не может сохраниться политическая свобода в стране, которая голосует за военного преступника Она относит нас к продолжающейся уже более полутора лет полномасштабной войне в Украине И вопросу, который так часто задают россиянам Почему же они не выходят на акции протеста? Одна из причин нарастающей репрессии В мае в отношении режиссерки Жени Беркович и драматургине Светланы Петричук Возбудили уголовное дело в оправдании терроризма Поводом послужил спектакль «Финист Ясный сокол» В нем рассказывается о женщинах из России, которые решили выйти замуж за исламистов И отправиться к ним в Сирию Несмотря на то, что театральные критики объясняли, что спектакль не только не оправдывает терроризм Но и, напротив, разлучает его механизмы Женщина отправила в СИЗО У Берковича дома остались две девочки, которых она удочерила 4 года назад И 88-летняя бабушка В спринтительной речи на последнем заседании в суде Выступила бывшая координаторка штаба Навального Буфель Илья Чанышева Ее задержали еще в 2021 году, обвинив призыв к экстремизму И создание экстремистской организации В своей речи она также упомянула тех, кого в России все осудят за антивоенные взгляды Россияне все же продолжают протестовать и придумывают новые формы для высказывания Антивоенные акции проходят не только в России Эмигрирующие активистки устраивают пакеты по всему миру Раз насилие в обществе, о котором с самого начала полномасштабного вторжения Предупреждали активисты, становится все более заметен В конце апреля уроженец Межгородской области Александр Мамаев вернулся из Украины В Дону травился бывать добровольцем На глазах у детей он отдарил же ножом в грудь во время застолья в честь его возвращения домой Такой невеселый доклад, я бы сказала, который имеет прямое отношение, как мне кажется, к проекту «Хроники хаоса» К определению, каким образом Алина Витухновская и Лиза Готфрик назвали свой видеомост Несмотря на то, что в Киеве действительно сейчас происходят очень тяжелые вещи Май был действительно тяжелым Практически каждую ночь у нас обстрелы Есть погибшие, есть погибшие среди мирного населения В других городах Украины действительно тяжелые вещи Но возможность сохранять диалог, мне кажется, это очень важно для здравого смысла Лиза, я хочу вас спросить просто по вашей профессии По психотерапии, по травматерапии С чем люди к вам сейчас идут? Главная травма для человека – это смерть его близких В каком состоянии находится масса людей, украинцев, у которых погибнут друзья, знакомые Есть три вида стрессовых ситуаций Это ситуация угрозы, ситуация потери и ситуация вызова И можно сказать, что война, она совмещает в себе все эти три вида стрессовых нагрузок Потеря близкого человека – это одно из самых страшных, что мы можем пережить Но кроме смерти, есть еще потеря имущества, потеря каких-то связей, потеря бизнеса То есть это все ситуация потери Ситуация угрозы – это когда мы боимся за свою жизнь и когда мы находимся в постоянном напряжении И ситуация вызова – это когда нам предстоит справляться с чем-то, чем мы еще не справлялись И если говорить о работе сейчас, действительно много работы с острым стрессом Потому что люди приходят, потерявшие близких и которые пережили плен абсолютно в абсурдных обстоятельствах Это не то, что там военные, которые там попали в плен Это люди, которые выехали, например, за Киев, первые дни оказались в плену Конечно, это люди, которые не могут справиться со стрессом Но то, что я наблюдаю на протяжении года – это рост адаптивных возможностей И те, кто остаются в Киеве, те, кто остаются в Украине Те, кто продолжают помогать тем людям, которые воюют Тем, кто занимается волонтерской деятельностью Тем, кто занимается психологической поддержкой Мои коллеги Большая сеть, которая работает и с ранеными И с людьми, которые потеряли имущество И с людьми, которые потеряли близких Растет сила адаптации и в профессиональном сообществе Потому что, ну, на самом деле же война длится не год Война длится уже восемь лет Если в первый год войны, там, в четырнадцатом году К нам приезжали нас учить американцы Нас приезжали учить израильтяне Сейчас многие психологи, многие травматрапевты, которые работают с стрессом Уже сами могут ездить учить американцев, учить израильтян А по поводу людей, когда каждую ночь тебе не дают выспаться Когда каждую ночь тебе приходится ходить в убежище Когда ты не понимаешь, что будет завтра Потому что мы имеем дело с шизофреническим А не предсказывать поведение психически больных людей Практически невозможно Сегодня они борются с фитонистами Завтра они борются с нацистами А послезавтра с инопланетянами И потом у них льучив Мозг идут в открытый как-то с синхронсидром Кандинского Клирамбо Понятное дело, что все в напряжении Я думаю, что последствия событий, которые происходят сейчас Они еще будут, они будут отложены Но я считаю, что Украина в целом готова к этим вызовам Профессиональное сообщество готово к этим вызовам Люди обращаются за помощью Имеют возможность получить эту помощь И военные, и гражданские И те, кто потерял близких на войне Мы работаем Что такое стресс? Стресс — адаптационная реакция Она всегда работает в нашу пользу Стресс — это возможность наша справляться А не возможность наша разрушаться Поэтому адаптируемся Лиза, огромное спасибо Меня интересует расстройство очевидности О котором вы сказали У россиян Дроны прилетели в Подмосковье Заходят очередные антипутинские вооруженные формирования Российские на территорию России Которые выступают на стороне Украины А у народа как будто отрицание Что с чем мы говорим? О какой прослойке? Во-первых, мы имеем дело с атомизированным обществом Разные реакции у разных групп И в разных группах есть разные реакции у людей Нет никакой общей реакции Которая задана в пропаганде Тенденция, которая действительно произошла 24 февраля Что люди много говорили А теперь они прекратили говорить Потому что им за это грозит тюрьма И их в этом можно понять Если бы они реагировали Радикальным разочарованием В духе национал-патриотов Это бы говорило нам о том Что это, да, диктатура Реальная диктатура с поддержкой Эта поддержка сейчас бы обваливалась А если они не реагируют Значит, этой поддержки не было Если обыватель не реагирует Значит, он не заинтересован в диктатуре Не является ее представителем Потерян, запуган, деморализован Отодвигается себя эмоционально Потому что технически не может себя спасти Я считаю, что это совершенно нормальная Повторюсь, хорошая реакция Было бы хуже, если бы обыватель Был политизирован И это бы было также признаком диктатуры А он деполитизирован Значит, диктатура держится На 20% поддержки На техническом ресурсе И на пропаганде А проблема у нас одна Это эскалация ее решения Это ее остановка Значит, все остальное является таким Как бы излишеством Нет, мы ни в коем мире Не хотим запретить эмоции Но когда это становится Единственной политической повесткой Политика из реальности исчезает Они не хотят реагировать И это их нормальная реакция На бессодержательность Всей политической дискуссии в целом Мы много говорим про это в наших эфирах Положение заложника Оно, конечно, тяжелое И надо понимать, что любой заложник Который решается пойти против своего Стокгольмского синдрома Это в целом, можно сказать, что Для Украины союзник И жаль, что Украина не всегда это видит Но то положение В котором находятся люди В России Оно как раз же очень тесно Завязано на эмоциях Потому что Ну чем держится заложник? Заложник держится на страхе Страх Настолько сильно активизирует Наши глубокие слои мозга Нашу лимбическую систему Что до работы коры Там дело не доходит Поэтому держать людей В страхе Держать людей в гневе В целом это очень выгодно Потому что пока человек Там на своих качелях эмоциональных То можно делать Все, что хочешь с ним Потому что он управляемый И он как будто бы не может Сопротивляться тому влиянию Поэтому я за то, чтобы Больше включалась кора И меньше включались эмоции Хотя, понятное дело На эмоции разводят специально Вот там русских людей обижают Слушайте, украинских людей уничтожают Каждый день И количество погибших в Украине Оно огромное И говорить о том Что на этом фоне Что русских людей там обижают Где-то притесняют Куда-то там не пускают Было бы очаровательно Если бы это было Ну, не в военное время Потому что сравнивать Что тебя где-то там Отвергли с русским балетом Сравнивать с тем Что убивают каждый день людей Ну, это, мне кажется Очень некорректное сравнение Очень бесцеремонное Бестактное И вот Мне кажется, что это тоже имеет отношение К расстройству очевидности Понятное дело, что, ну, расстройство очевидности Оно же и держится на Такой нерелевантной картине мира Нерелевантная картина мира Она, ну, типа, где-то там Тебя шторманула эмоция Ты уже ничего не видишь вокруг Хроники хаоса Ютьюб, проект Алины Ветухновской И Лизы Готрик Москва и Киев На видеосвязи Политик и психолог Литераторы Разговаривают между собой И со своими зрителями И слушателями После вторжения России в Украину Состояние заложника Держится на страхе Таким образом Возвращаясь к тоталитарным практикам Ну, можно сказать Что они все управляют обществом При помощи страха И после событий в Беларуси Подавления протеста После подавления российских протестов Людьми управляют при помощи страха Страха мобилизации Страха тюремного заключения Так действует любое тоталитарное государство Верхушка которого Хочет сохранить власть любой ценой И это то, о чем Алина тоже говорила В самом начале Когда упоминала о том, что Нельзя людей выгонять на улице Призывать их под репрессии Если мы видим Что у этой практики Многолетней Нет никакого политического результата Хотела спросить Вы в одном из ваших выпусков С хроникой хаоса Вы рассуждали о семье При тоталитарных режимах Можете вкратце рассказать Почему вы считаете Что семья при тоталитарном режиме Патологическое образование Плод насилия Потому что насилие Которое происходит в семье В тоталитарном режиме Оно всячески поощряется Мы можем вспомнить Советский Союз Мы можем вспомнить Другие страны Там, где ребенок Остается в абсолютной Бесправной ситуации То насилие С которым сталкиваешься В семье В школе В дальнейшем Какой-то своей жизни Оно абсолютно легитимизировано И оно абсолютно признанное Один из основных признаков Тоталитарного режима Все-таки отношение к женщине И мы понимаем Что первое, у кого забирают права Это женщина То есть женщины становятся безмолвны Женщины становятся Таким инструментом Для производства новых людей Которые пойдут В топку Этой тоталитарной системы То, что вот сейчас происходит Например, даже видно в России Да, в школах Там со стукаществом учителей Но на самом деле Это начинается не со школы Это начинается с семьи И когда я работаю С людьми, которые выросли в России Когда я работаю С людьми, которые от детства Прошло где-то в глубинках России Я могу сказать Что это очень сильно отличается От того, что происходит в Украине Я слушаю реально жуткие истории От которых Ну, просто волосы дымом встают Бедность Беззаконие Бесправие Невозможность выйти Из безнадежной ситуации Понятное дело Оно не сильно способствует Становлению субъекта И становлению свободного субъекта Свободная семья Это все же залог Поведанным Талитаризмом И свободные люди Это залог Поведанным Талитаризмом Поэтому желаю России Все-таки двигаться в этом направлении Лиза, я бы даже сказала Что то, что вы говорите Объясняют чудовищные преступления Российских военных В Украине В том числе Сексуализированные преступления В том числе Пытки Это же без мамковщина Как люди Как без мамки Или мамка злая Удивляли некоторые переговоры С этими матерями Которые наоборот Провоцировали Поощряли Это зверское поведение Вопрос от нашего слушателя Дорогие гости Вы говорите правильно Но знаете У меня ощущение Что российское общество Не способно извлечь уроки Из прошлого И история это показала Вы надеетесь Вы верите Что изменения В послепутинской России Могут наступить С такой оппозицией И такими бюрократами Путинского режима Человеческой природой Неизменно меняются Только гаджеты Задает вопрос Дмитрий Мезенцев Ну, Алена, пожалуйста Ваш комментарий Ну, это сейчас Такое модное настроение Да, но я не разделяю Этого настроения Нет никаких Беспроспективных народов Любое общество Можно менять И давайте напомним Что в 90-е Общество было другим Более того Скажу Крамольное Чтобы изменить общество Вообще не обязательно Чтобы оно извлекло уроки Хотя желательно Но той ситуации С покаянием Виной И так далее Наверное Ее не получится А если будет Разгоняться Эта тема Мы скорее получим Спреск реваншизма Реального Втонического реваншизма А вот не этого Проплаченного диктатуры И пропагандистского Самое важное Нам говорить Не о чувствах В том числе Вины А о делах Например О репарации Потому что Это будет Очень уместным Полезным И честным Ответом В котором В котором Не будет Вот этого Болезненного Для всех Столкновения И чувств Которое Чревато Психическими И физическими Проблемами И повторюсь Наверное Вплоть до Реваншизма Вечного конфликта Вечной Вражды С такой Оппозицией А с такой С какой С вот этой Назначенной С вешевиками В БК Призванной Экстремистской Организацией И так далее Это вообще Не оппозиция Вот вам пожалуйста Я вот вам Другая оппозиция Вот есть масса Других людей Вот я хочу Обратить внимание Что ведь Власть не была Взята силой Путином В свое время Власть практически Отдали И отдавали По частям Свободные СМИ Какие там Финансовые Экономические Возможности А в результате Получили такой Медийный пузырь Тусовочный пузырь И оппозиционный пузырь Варятся только свои Вот эта группа Ослабляла режим Ровно так же То есть она как бы Ровно так же Виновата в том Что произошло Как и власть Это фактически Две стороны Одной медали Надо просто Сменить оптику И видеть мир Вокруг Мир не Сводится К трём Там радиостанциям И к десяти Представителям Оппозиции Их было много Просто они Как бы Замалчивались И это тоже Часть диктатуры Только уже Под псевдолиберальной Вывеской Да, я верю Что в России Возможные изменения Не будут Карина Ваши вопросы К Алине Да, я хотела спросить Про феминизм Я веду феминистские каналы И поэтому мне интересно Про эту оптику Немножко поговорить Я тоже смотрела Ваши эфиры Мне показалось Что в ваших выступлениях Довольно часто Звучат какие-то Феминистские мотивы В том числе Мы уже говорили Про критику семьи В том формате Тоталитарном Котором она Существует Также вы Осуждали Например Решение Аси Казанцевой Родить ребенка В тех условиях В которых Сейчас в России Находится Почему именно Вы не позиционируете Себя как феминистку И что вообще Для вас феминизм В современном Его понимании Я все-таки думаю Что феминизм Играл большую роль В конце 19-го Начала 20-го века И сыграл свою роль Я готова Как политика В свою очередь Поддержать женщин В том Что касается Равноправия В обретении Высших должностей В обретении Равных оплат И вот Такие технические вопросы Все остальное Мне кажется Несколько надуманным Феминистка Утверждает Я женщина И при этом Отвергает эту тему Но она ее И актуализирует А почему Тогда вообще Просто не отказаться От устаревших Вот этих конструкций И просто Их не касаться То, что я говорила О семье Просто кажется Здравой мыслью Она совершенно Не женская Это мысль Рационалиста Любого пола И мои знакомые Мужчины Многие Также относятся К семье То, что это Внутри Тоталитарного Общества И социалистического Общества Часто является Тоталитарным Конструктом Где маленький Человек Отыгрывается На другом За свои Комплексы Полученные В социуме И превращается Например В домашнего Тирана Это не только Про мужчин Бывают И женщины Тиранес И что касается Того, что происходит Сейчас Лиза сказала О том, что ущемляют Права женщин При диктатуре Но ведь на самом деле Сейчас более Уязвимые По ситуации Находятся мужчины Это вообще Тот редкий случай Когда ты можешь Я могу порадоваться Своему полу Потому что Хотя бы я знаю Что мне не надо Скрываться От военкомата Полагаю, что Это действительно Все-таки Тема, которая Актуальна Только для тех Кто так чувствует Для кого болезненна Сама тема Женскости Я все вижу Несколько шире У меня Бесполый взгляд И мне кажется Что бесполый взгляд Он более бесстрастен И более честен Вы критикуете Не только Институт семьи Но и Институт Детско-родительских Отношений Ребенок Существо Эксплуатируемое Вы вообще Довольно жестко Высказывались По поводу Вот этих Одержимых матерей Которые На детях Помещают Свои комплексы И так далее Ну и сейчас Мы это видим Убивающая мать Да Образ матери Он совершенно Не обязательно Благой Родина мать Это не обязательно Нечто благое Да и реальная мать Не настолько благое Если мы начнем Копаться В таких Инфернальных Материях Подсознания Мы докопаемся До того Что Может быть Вообще Женщина Заводит Ребенка Для того Чтобы просто Она выполняет Функцию Которая имеет Своей целью Еще одну Психологическую Защиту Это страх Смерти И когда она Заводит Ребенка Она думает Что она Не умрет А кто-то Умрет За нее Любовь К ребенку Также основана На сексуальности Она физиологична Почему мы Ее сакрализуем Вообще Я говорю Жестко И вот Очень просто Как вы понимаете Это как метафор И родина-мать Вот эта убивающая Родина-мать Вылезает Из человека В данном случае Из женщины Когда условия Существования Катастрофичны Ее психические Условия Катастрофичны Это не обязательно Происходящая Сейчас Экспансия А ведь Катастрофичными Были и условия Ну вот Я очень плохо Помню Советское время Потому что Его фактически Не застало Но когда Все это началось У меня были Очень четкие Ассоциации Прямо Конца Семидесятых Начала Восьмидесятых Этой тоски Этой скучности Этой ужасной Одежды Этих ужасных Помещений Советских Теток Они появились Вдруг на улицах Ведь почему-то В моменты Катастроф Люди Приобретают Черты Тех людей Которые Жили В катастрофических Временах До них Я не знаю Как это происходит Видимо Это массово Бессознательно Так работает То есть Катастрофа Это ведь не обязательно Взрывы Катастрофа Пронизывает Жизнь Социалистического Человека Фактически С его рождения И мало кому Удалось Дистанцироваться От нее И здесь Мы не должны Как бы Делять мало Внимание Такой значимой Теме Как Образование Как Материальное Блага Потому что Материальное Блага Это способ Отгородиться От бытия Когда ты Беден Не образован И живешь Внутри Этого Ты всегда Внутри Катастрофа Это кстати Ответ На то Почему же Люди Не реагируют А на что Им реагировать Они всегда Так жили Только Их всегда Сейчас Новым Левитановским Голосом Обозначила Себя Оно Сказала Вот Вот я А раньше Оно Молчало Но здесь Так было Всегда И только Вот этот Промежуток 90-х Свободных 90-х Которые Принято Ругать А я Пытаюсь Их Защитить Потому что Это тоже Все Копилку Кремля Это все-таки Было Единственное Свободное Время Мы Не случайно Начали С фильма Про Валерию Новодворскую Новодворскую В рамках Моего Сфабрикованного Дела И процесса Которое Началось В 1994 Году Слушателям Надо сказать Это было дело Сфабрикованного ПСК ФСБ В связи С моей Статьей О Синтетических Наркотиках В Москве Опубликованном В журнале Новое Время Там же Где Работала Новодорская Они хотели Получить Информацию О этих Влиять На флиц Плодотребляющих Наркотиками Я послала Их к черту И собственно Не стала С ними Разговаривать И что Следствием Своим И явило Уголовное Дело Которое Потом Пять лет Разваливалось Было Два Ареста Между ними Я отказалась От политического Гражданства Политического Убежья В Швеции Потому что Хотела быть Героем И победить Всю эту махину Что нам Медийно Собственно Удалось Но это были Времена Свободных Новодорской В числе Прочих Клан-клуба Который был Еще демократическим И так далее Защищала Меня приходила В суд Писала Обо мне Очень много Она писала Мне письмо Которое Я считаю Уже Стало Историческим Я всегда Его публикую Раз в год В день Ее рождения Я очень Благодарна Ей За поддержку Постоянно Ее вспоминаю И она Конечно Была Даже больше Пророком Чем политиком Потому что Политика Наверное Более Циничное Дело Она была Правда Ругом Этого Многие Не любили Но я Опять Я понимаю Людей Что в тот момент Я кстати Помню Никто Не ожидал Никакого Возвращения Никакой Диктатуры И даже Я воспринимала Многие Ее слова Со скепсисом Но я Тогда была Политическим Ребенком Я Когда Заинтересовалась Политик Именно в связи Со своим Процессом Мне стало Интересно Что же Это такие Либералы И что Это такие За на самом Патриоты Валерия Ильична Кстати В фильме О котором Вы говорите Показано Очень крутой Но и в то же время Трагической Фигурой И вот К вопросу О семье Я не знаю Сколько было Этично Автор об этом Говорит Но там Впервые Для меня Об этом Не знал Были факты О том Что ее мама Чуть ли не На нее Не стучала И с этой стороны История Валерия Ильична Еще более Трагическая Я конечно Считаю Что ей надо Было больше Уделять Времени Тогда Но ей Надо больше Времени Уделять И сейчас Ее некоторое Лаконичное Высказывание Как нельзя Более Уместное Для текущей Ситуации Для понимания Того Как она Произошла И что Будет Дальше Политика Писатель Алина Ветухновская Москва Травматерапевт Литератор И музыкант Лиза Готрик Киев Вели беседу Елена Фанелло И Карина Меркурьева Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова